Просто Грузия и грузины для нас не чужие люди. Мы близки, мы родственные, у нас постоянно были контакты, у нас очень хорошее мнение о Грузии и грузинах. Для Грузии врагом всегда была и остается одна конкретная страна, находящаяся рядом с ней, и эта страна является нашим общим врагом. Тумсо, иногда с тобой бываю не согласен, иногда критикую тебя, но право твое говорить и выступать считаю священным. По скриптам смотрю всегда твои видео. Здравствуйте, Тумсо. Хотел бы узнать у вас о том, что вы думаете о ситуации Грузии, которые хотят извиниться перед Осетией за 2008 год. Здравствуйте. Мне ничего об этом не известно, чтобы там Грузия хотела извиниться, но я бы хотел другой вопрос поднять относительно Грузии. К сожалению, я снова получаю очень много сообщений о том, что жителей Чеченской республики разворачивают на границе именно грузины. То есть они проходят пограничный контроль российский, выезжают из России на контрольном пропускном пункте Верхний Ларс. И когда подходят к пропускному пункту Степанцминда, бывший Казбегин, грузины заводят их куда-то, там какой-то кабинет, что-то там, какие-то допросы легкие, и после этого без объяснения причин отказывают. И дело в том, что это такое массовое явление. Мы уже с этим сталкивались, это было, мы, по-моему, в прошлом и позапрошлом году поднимали этот вопрос. И вот сейчас опять эта ситуация обострилась. И самое обидное в том, что отказывают по внешним признакам, и эти внешние признаки это проявление ислама. То есть когда молодой человек, допустим, или даже не молодой, он носит бороду, видно, что именно из религиозных соображений, или девушка, например, покрытая в соответствии с исламом, этим людям отказывают, а у них на глазах обычные россияне свободно проходят этот контроль на пропускной пункте. Вот такая избирательность и такая предвзятость в отношении ближайших соседей и самых родственных народов для грузин, и в плане генетическом, и в плане политическом, и в том плане, что никуда нам друг от друга не деться, и в любом случае у нас очень тесно связанное прошлое и будущее, и стремление наше должно быть к какому-то единому союзному пространству в рамках целого Кавказа, Северного и Южного. Вот с учетом всего этого это очень обидно, очень обидно и неприятно, что такое происходит. Просто Грузия и грузины для нас не чужие люди. Мы близки, мы родственные, у нас постоянно были контакты, у нас очень хорошее мнение о Грузии и грузинах. И поэтому вот это, когда такое происходит, когда мне пишут подобные сообщения, и это все обоснованно с доказухой, показывают видео, присылают, это очень мне очень неприятно подобные вещи осознавать. Хотелось бы обратить на это внимание, ни мы, ни кавказцы, ни чеченцы являемся врагами для Грузии и грузин. Для Грузии врагом всегда была и остается одна конкретная страна, находящаяся рядом с ней, и эта страна является нашим общим врагом. Она ровно такой же враг для нас, как и для грузин. Хотя сегодня власть в Грузии, есть какие-то сигналы, что она пытается пойти на сближение и так далее, это внутреннее дело Грузии и грузин, мы в эту тему не лезем. Но надо понимать, что оккупированные территории Грузии, они оккупированы конкретно вот этой страной. Поэтому в этой ситуации, когда граждан этой страны свободно запускают, а граждан этой же страны, но ставших гражданами этой страны невольно, точно так же, как жители оккупированных территорий Грузии, как им дали насильно, многим из них, кто-то, конечно, и с удовольствием там, наверное, получал, но эти территории были насильно тянуты в Российскую Федерацию, в течение и территории, оккупированной территории Грузии. И этим людям насильно были даны российские паспорта, и когда вот этих людей по внешнему признаку дискриминируют и не запускают страну, это очень неприятно. Хотелось бы, чтобы грузинская общественность, это, наверное, даже не к власти обращение, это обращение грузинской общественности, чтобы на это обратили внимание. Я не знаю, как-то, если можно на это повлиять, то было бы очень хорошо. Дагестанцев тоже часто не пропускают, пишут, смотрите, я почему именно чеченцев упомянул, потому что мне приходит сообщение именно о чеченцев, поэтому я не стал обобщать, сказал о чеченцах. Но я так подозреваю, что это, конечно, эта практика распространяется там и на других жителей Северного Кавказа. И, к сожалению, это происходит именно по внешним каким-то признакам присущим мусульманам. То есть борода, хиджаб и так далее, все, вы, пожалуйста, к нам не заезжайте. Но почему? Разве люди с внешностью мусульман оккупировали территории Грузии? Разве мы являемся врагами для Грузии? Только Россия была врагом Грузии, а Турция не была врагом Грузии. Я тебе говорил вообще-то не про историю, но территории, оккупированные сегодня, грузинские территории, они оккупированы не Турцией, они оккупированы Россией. Поэтому, при чем здесь Турция? Томсо, были неоднократные случаи, когда люди, когда люди-мусульмане Северного Кавказа творили тот беспредел, ситуация с Ахмадом Чатаевым и другими, также засылание киллеров. Слушай, ну если мы так с тобой будем рассуждать, а что, люди со славянской внешностью там ничего не творили, что ли? Ребят, я не хочу вообще в таком контексте об этом говорить, потому что это настолько низкий уровень дискуссии. это люди с славянской внешностью в большинстве своем оккупировали территории Грузии, не Чатаев там и не его товарищи. Поэтому понятно, что и среди нас есть такие люди, как и среди любых других. Но если это является причиной для того, чтобы теперь кого-то там не пускать, то куда такая, такой подход, куда он в итоге приведет? Ты не в курсе, давно ли живут нагайцы в Чечне? Они считают себя коренным населением Чечни. Что можешь рассказать в общих чертах о чеченских нагайцах? Я не знаю насчет давно. Я знаю, что нагайцы живут в Шелковском районе. Насколько давно они живут, я не знаю. Как они сами себя позиционируют? Ну, тоже, честно говоря, не знаю. У меня не было общения с нагайцами, поэтому не могу тебе на это ответить. Томсо, иногда с тобой бываю не согласен, иногда критикую тебя, но право твое говорить и выступать считаю священным. По скриптам смотрю всегда твои видео. Ну, я вот такую позицию, я, честно говоря, люблю. Когда мне не нужно, чтобы люди со мной во всем соглашались. Не согласен, где-то даже оспорил, высказал свое мнение. Вообще в этом нет никаких проблем. По-моему, так и должно быть. ФС, здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok